Иран-Афганская граница Ночью 5 апреля началась секретная операция советских войск под кодовым названием «Юг». 60 вертолетов Ми-8 должны были уничтожить базу боевиков группировки «Альянс-7» возле афгано-иранской границы, через которую шли поставки оружия афганским мятежникам. Ориентирами для удара служили сброшенные из самолетов осветительные бомбы, но ветер отнес их вглубь территории Ирана. Иранское руководство направило в Москву ноту протеста и приказало открыть по советским машинам огонь на поражение. Почувствовалась некая растерянность, некая потеря управляемости, поскольку те летчики, которые прилетели с Шинданта и работали над целью небольшое время, они запрашивают, я вижу цель, разрешите отработать, им никто команду не дает. Неожиданно в небе появились иранские фантомы. Ждать приказа было уже нельзя. Несколько Ми-8 развернулись и выпустили залп неуправляемых ракет по истребителям. Эффект оказался ошеломляющим. Один из самолетов взорвался в воздухе, остальные в панике развернулись. Уничтожив несколько огневых точек, вертолеты благополучно вернулись на базу. Так состоялось боевое крещение Ми-8 в качестве ударных машин. Это новейшая модификация вертолета Ми-8 АМТШ «Терминатор». Его главная отличительная особенность – всепогодный управляемый комплекс вооружения. 8 управляемых ракет «Штурм», 80 неуправляемых ракетных снарядов. Комплекс «Воздух-воздух-игла», 2 курсовых и 1 хвостовой пулемет. По огневой мощи «Терминатор» не уступает знаменитому американскому вертолету «Апач» и российскому Ми-24. Но в основе этой боевой машины все тот же, разработанный более 40 лет назад Ми-8. Первый, по-настоящему, многоцелевой вертолет. Он считается мировым рекордсменом по числу модификаций, которых насчитывается около двух сотен. Созданный как летающий грузовик, Ми-8 смог превратиться в грозный штурмовик, воздушный истребитель, охотника за подводными лодками и даже в роскошный лимузин для президентов. Наш фильм о тайнах самого массового российского вертолета. Винтокрылый терминатор 15 сентября 1959 года первый раз в истории Советского Союза его глава Никита Хрущев прибыл с визитом в Соединенные Штаты. На аэродроме его ждал вертолет С-58 президента США. Внутри он напоминал шикарный правительственный кабинет. Хрущев пришел в восторг от вертолета и прямо в воздухе договорился с Дуайтом Эйзенхауэром о покупке нескольких подобных машин. Это повергло американских военных в ужас. Новейшая разработка уходила к потенциальному противнику. Но хозяин Белого дома сдержал слово и в Советский Союз отправились три американские винтокрылые машины. Когда он приехал, он еще, кроме того, срочно потребовал, чтобы сделали из Ми-4 салон, потому что предполагался ответный визит из Эйнхауэра в Советский Союз. И мы сделали такой салон. Осмотрев салон вертолета, Никита Хрущев остался доволен, но спросил, уверен ли Михаил Миль в его надежности и готов ли сам сесть в вертолет. На этих уникальных кадрах вы видите, как первый советский борт номер один с главным конструктором совершает посадку в Кремле. Опасения Хрущева в надежности Ми-4 с устаревшим роторным двигателем имели серьезные основания. Секрет. 17 мая 1961 года. Москва. Министру обороны Родиону Малиновскому. Потерпел аварию вертолет Ми-4 сухопутных войск. Все члены экипажа и пассажиры погибли. На борту находился заместитель главнокомандующего Владимир Колпакчи. Причины выясняются. Главком сухопутных войск Василий Чуйков. Генерал Колпакчи был близким другом Малиновского. И министр обороны на всю жизнь не взлюбил вертолет. В это время на московском вертолетном заводе под руководством Михаила Миля началась разработка винтокрылой машины следующего поколения Ми-8 с двумя газотурбинными двигателями. Причем многие в КБ у нас не очень понимали, зачем нужны два двигателя. Пришлось доказывать это дело. Так что с точки зрения безопасности, безопасности два двигателя лучше. При отказе одного двигателя, второй автоматически выходил на повышенную мощность. И машина продолжала полет без снижения высоты. Это был качественно новый шаг в надежности винтокрылых машин. Но министр обороны Малиновский и чиновники авиапромышленности слышать ничего не хотели о новом вертолете. Но идея Михаила Миля не нашла понимания у военных. Их вполне устраивали хорошо проверенные в производстве и эксплуатации вертолеты Ми-1 и Ми-4. Тогда, чтобы получить правительственный заказ, конструктору пришлось пойти на хитрость. Новый вертолет преподносился как дальнейшая модификация четверки, но с газотурбинными двигателями. И на этот раз заказчик не возражал. На самом деле Михаил Миль решил устранить все компоновочные недостатки военно-транспортных вертолетов первого поколения. На Ми-8 силовую установку вынесли наверх, что позволило значительно увеличить объем грузового отделения. Вертолет мог перевозить длинноствольную противотанковую пушку «Рапира», пробивавшую броню любого танка. Кабину выдвинули вперед, и вся передняя часть получила остекление от пола до потолка и давала летчикам невероятный обзор. Конструкция фюзеляжа была усилена, чтобы выдерживать отдачу при стрельбе ракетами. Ми-8 даже внешне не походил на Ми-4. Поняв, что вместо модернизации Миль пытается создать новую машину, министр обороны Малиновский и министр авиационной промышленности Дементия приказали закрыть проект. С Дементием отношения у Михаил Леонидовича были такие достаточно напряженные всегда. Симпатии большой, во всяком случае, Михаил Леонидович не испытывал, а рассматривал как надоедливую муху. Новый вертолет спас Хрущев. По его просьбе главным заказчиком Ми-8 выступило Министерство гражданской авиации, которое в то время искало экономичную машину для перевозки пассажиров и грузов. Не последнюю роль в продолжении работ над Ми-8 сыграло желание Хрущева иметь безопасный вертолет-салон. По мнению главы СССР, он должен был стать олицетворением многочисленных советских достижений. Обладателем счастливого билета, а теперь и собственного москвича, оказался куйбышский инженер Евгений Федорович Безверхов. У дома номер 33 по улице Физкультурной еще не было такого события. Москвит-408, разработанный в годы первых советских успехов в космосе, стал дестселлером отечественного автопрома и предметом вожделения для советских граждан. Огромные стекла и удлиненный кузов, интегрированный щиток приборов, напоминающий кабину самолета, придавали машине космический вид. Дизайн автомобиля разработал известный автомобильный художник Эдуард Молчанов. Москвит-408 так понравился Никите Хрущеву, что он привлек Молчанова к работе и над правительственным Ми-8. В общем, был достаточно хороший салон. Кому-то он потом показался, а, Ельцин, сказал низкий по высоте, Ельцин-то громила, вот в этом. Но тут уж мы ничего сделать не могли, у нас метр восемьдесят высота потолка, и специально увеличивать высоту не имело возможности. А Хрущева это устраивало. В начале 60-х в тактике применения вертолетов произошли серьезные изменения. Первоначально американские военные использовали винтокрылые машины для доставки людей и грузов. Затем французы во время войны в Алжире установили на обычных вертолетах управляемые и неуправляемые ракеты, положив начало истории винтокрылых штурмовиков. При этом из-за увеличивавшегося веса вертолеты утрачивали транспортные возможности. Михаил Мин объединил опыт американцев и французов. Установив на Ми-8 два мощных газотурбинных двигателя, он заложил в него возможности многоцелевой боевой машины, способной решать как транспортные, так и огневые задачи, подобно наземным БМП и БТР. Однако советское военное руководство по-прежнему отводило вертолетам лишь роль летающего грузовика. Даже Гречка после того, как Михаил Леонидович закончил, сказал ему, Михаил Леонидович, ну зачем вы так лезете в наши проблемы? Михаил Леонидович не мог по-другому, потому что сделать вертолет, отвечающий требованиям, задачам, которые решают военные, можно только тогда, когда ты понимаешь и глубоко понимаешь эти задачи. Идея Миля о необходимости создания мощного многоцелевого вертолета получила неожиданное подтверждение во время Карибского кризиса 1962 года. Совершенно секретно. 5 ноября 1962 года. Москва. Председателю КГБ Владимиру Семичастному. В Пентагоне проявляют большой интерес к советским зенитным установкам С-75, находящимся на Кубе. Разрабатывается план похищения ракеты с помощью специально подготовленного вертолета Иракес. Начальник первого главного управления КГБ СССР Александр Сахаровский. Американский многоцелевой вертолет Иракес был оборудован механической клешнёй, способной захватить с воздуха зенитную ракету. Благодаря информации разведки, кража была предотвращена. Тем не менее, именно эта ситуация заставила советских военных пересмотреть свои взгляды на Ми-8. Они примерно через год очухались, если так грубо сказать, и поняли, что им нельзя быть в стороне. В 1962 году вышло ещё одно постановление. Там уже предусматривались все военные потребности этого вертолёта, в том числе некоторые вооружения даже уже было заложено. Вооружённая модификация получила шифр Ми-8 ТВ. В отличие от практически безоружного американского Иракеза, на советском вертолёте были установлены крупнокалиберный пулемёт и четыре пилона для подвески ракет и бомб. В 1962 году опытная машина впервые поднялась в воздух. Ми-8 уверенно летел на одном двигателе, а новый пятилопастный винт позволял совершать аварийную посадку на авторотации. Тем не менее, среди государственных руководителей вертолёты по-прежнему считались опасными. Чтобы избавить своих соратников от страха перед вертолётами, Хрущёв придумал неожиданный ход. В 1962 году он приехал вместе со всеми членами Политбюро на авиавыставку. Погуляв среди красавцев лайнеров и новейших истребителей, Никита Сергеевич неожиданно подошёл к Ми-8. Здесь и проведём заседание Политбюро, сказал Хрущёв. И всё почтенное собрание нехотя полезло в чрево восьмёрки. После этого случая вертолёт стал таким же атрибутом государственной власти, как и персональный автомобиль. Покровительство главы СССР сыграло злую шутку в судьбе нового вертолёта. В 1964 году, после отстранения Никиты Хрущёва, командование ВВС не приняло Ми-8 на вооружение. Армия закупила лишь несколько десятков машин для апробации. В январе 1966 года произошло трагическое событие, поставившее под сомнение концепцию многоцелевого вертолёта. Его свидетелем стал лётчик-испытатель московского вертолётного завода Герман Алфёр, который в тот день должен был облётывать серийный Ми-8. Так как я жил далеко и задержался буквально на 10 минут, я приехал без 10-9, а нужно было чуть раньше приехать. Вертолёт ещё не взлетел, но Борис Владимирович Земсков, который исполнял обязанности начальника полётной службы, заменил меня на Лёшина. Это опоздание спасло жизнь Герману Алфёрову. Едва экипаж под командованием Николая Лёшина взлетел, разрушился рулевой винт. Ми-8 начал вращаться с бешеной скоростью. Когда он начинает так крутиться, он начинает подставлять под несущий винт, элементы конструкции, начинает рубить лопасти. В общем, нет, это ужасно. Это мне нож в сердце, потому что к этой катастрофе, к сожалению, я имею прямое отношение. В этот период я занимался разработкой рулевого винта для этого вертолёта. Причина происшествия выяснилась сразу. Вместо деревянного рулевого винта Ми-4 на восьмёрке установили металлический. Совершенно другая динамика колебаний вызвала усталостное напряжение и разрушение подшипника. Правительственная комиссия сняла обвинения против конструкторов, которые не могли знать о новом явлении. Опасный недостаток был устранён. Но у противников Ми-8 появился мощный козырь. И устаревший роторный Ми-4 по-прежнему оставался штатным вооружением советской армии. Точку в споре двух советских вертолётов поставили, как ни странно, американцы. Американских парней на летающих крепостях, сверхзвуковых фантомах, вертолётах послали в небо. В чужое небо. В мирное небо Демократической Республики Вьетнам. Послали убивать и гибнуть самим за безнадёжное чёрное дело. Во Вьетнаме американцы впервые применили новый вид воинских подразделений. Аэромобильные войска, которые объединили пехоту и вертолёты. Но первые же бои показали, что время роторных машин ушло. Вертолёты выполняли множество задач. Тогда летали на вертолётах CH-21. Пришёл приказ срочно забрать с поля боя взвод солдат. Вертолёт работал на двух поршневых двигателях и мог взять на борт не больше 10 человек. Решили сделать два захода. Когда прилетели обратно, живыми уже никого не нашли. В конце 60-х армейская авиация США срочно перевооружалась новыми типами вертолётов с газотурбинными двигателями. Эта информация заставила командование советских ВВС пересмотреть отношения к Ми-8. И в 1968 году он, наконец, был принят на вооружение. 1968 год. Военная база ВВС США «Флайн Джо» в Камбодже. 17 мая секретный американский аэродром на территории Камбоджи подвергся нападениям. Лишь много лет спустя стало известно, что это была тайная операция советской разведки по захвату новейшего американского ударного вертолёта «Супер Кобра». После короткого боя разведчики захватили секретную машину, а остальные взорвали. Один из уничтоженных вертолётов стал причиной переполоха в советском военном руководстве. Совершенно секретно. 23 мая 1968 года. Москва. Министру обороны СССР Андрею Гречко. Во время налёта на американскую базу «Флайн Джо» в Камбодже был обнаружен неизвестный тип вертолёта с корпусом в виде лодки. Есть опасения, что это новое противолодочное средство для слежения за советскими атомными подводными лодками. Начальник главного разведывательного управления Генштаба СССР Пётр Ивашутин. Неизвестный вертолёт мог поставить под угрозу действия советского флота у побережья Вьетнама. Однако тревога оказалась ложной. Это была поисково-спасательная машина. Он построен по обычной американской схеме с главным винтом на верху и хвостовым пропеллером, контролирующим направление движения. Но имел необычную способность садиться на воду. Шасси убиралось и получалась лодка. Его прозвали «весёлым зелёным гигантом». Причиной, по которой военное руководство приняло безобидный спасатель за противолодочный охотник, как ни странно, стал советский вертолёт-амфибия Ми-14, спроектированный на базе Ми-8. Пошли по пути унификации. То есть взяли всю верхушку от Ми-8, а к нему приделали пол толстый, который, значит, обеспечил достаточное водоизмещение, чтобы вертолёт был на плаву. Вы видите уникальные кадры первых испытаний этой необычной машины. По соображениям секретности, военный вертолёт был окрашен, как гражданская машина. Новый вертолёт предназначался для борьбы с подводными лодками в 200-мильной береговой зоне. Амфибия могла вести гидроакустический поиск днём и ночью в любых метеоусловиях. А при обнаружении субмарины следить за ней в течение двух часов и поражать торпедой или бомбами на глубине до 400 метров. Торпеда была суперсовременная по тем временам. Она весила порядка 600 килограмм, развивала скорость под водой до 120 км в час. Была очень мощная и могла поразить любую подводную лодку. Во время испытаний на Чёрном море от удара торпеды без боевой части едва не затонула советская дизельная лодка-мишень. Когда запустили эту торпеду, за счёт того, что она такая мощная, развивает такую большую скорость, она с такой силой ударила по подводной лодке, что на ней даже швы лопнули. В октябре 1974 года лётчики Кабамиля должны были провести ещё один рискованный эксперимент. Впервые в практике вертолёт-амфибия должен был совершить аварийную посадку в море с выключенными двигателями. Никто не знал, как поведёт себя машина при столкновении с поверхностью воды на скорости 19 метров в секунду. Ми-14 мог развалиться или полностью уйти под воду. Поэтому все члены экипажа летели в масках и с аквалангами. Но вертолёт доказал свою надёжность, удержался на плаву, и водолазное снаряжение не потребовалось. 11 мая 1976 года Ми-14 был принят на вооружение. Первые вертолёты-амфибии прямо из сборочного цеха срочно перебросили на Балтику, где настоящей головной болью советской противолодочной обороны стали новейшие дизельные субмарины ФРГ. Эти малошумные подводные пираты обнаруживались всего за 1-2 километра. При слежении за такой подлодкой экипажи Ми-14 применяли метод пересадки, который вы можете увидеть с помощью компьютерной графики. Ведущий обнаруживал лодку и передавал её курс. Сразу же вперёд на 1 километр направлялся ведомый, а когда он устанавливал контакт, то ведущий выполнял следующий бросок. После нескольких подобных манёвров вертолёты выходили на ударную позицию и атаковали субмарину глубинными бомбами или торпедами. После того, как по немецким лодкам несколько раз провели имитационные пуски, они стали держаться на почтительном расстоянии от советских территориальных вод. ВЗРЫВ Уникальные вертолёты-амфибии Ми-14 оказались востребованными не только в армии. Несколько машин было передано в поисково-спасательный отряд космонавтов. Сегодня Ми-14 используется в морских нефтеразработках и в операциях Министерства по чрезвычайным ситуациям. Двигатели ТВ-3, разработанные специально для винтокрылой амфибии, в скором времени были поставлены на Ми-8, сделав его ещё более мощным и манёвренным. Вертолёт получил совершенно новые характеристики. Ну, вот, для примера, вертолёт Ми-8 в первоначальном варианте должен был поднимать 2,5 тонны, а сейчас он поднимает 5. Потому что несущий винт практически остался тот же самый, тот же самый, так? А двигатели уже другие. Газотурбинные двигатели Ми-8, разработанные в ОКБ имени Климова под руководством генерального конструктора Изотова, нашли неожиданное применение на Земле. В 1976 году на вооружение советской армии был принят танк Т-80 с аналогичным газотурбинным двигателем. Благодаря новой силовой установке он стал самым быстрым танком в мире. В конце 20-го века вертолёт Ми-8, как и предрекал Михаил Мин, стал самым востребованным в армии. На базе «восьмёрки» были созданы сотни модификаций. Постановщики мин, тральщики, летающие штабы, тактические разведчики и станции радиоэлектронной борьбы. Не было ни одного рода войск, где бы не использовались эти машины. Ми-1 Михаилу Леонидовичу удалось так в яблочко стрельнуть. Вот он выбрал так удачно параметры этого вертолёта, что он оказался очень востребованным вот по своим возможностям. 26 апреля 1986 года произошёл взрыв на Чернобыльской АЭС. Первую разведку выполнили Ми-8 химических войск, созданные для ведения боевых действий в условиях ядерной войны. В реакторе продолжался пожар, грозивший новым взрывом. В срочном порядке для его тушения в Чернобыль был переброшен вертолётный полк. Каждый полёт к аварийному энергоблоку сопровождался огромным риском, особенно для бортмехаников, которые вручную сбрасывали мешки с песком. Привязывался страховочным поясом, зацеплялся за борт вертолёта, ну, чтобы в случае чего не выпасть за мешком. Брал эти 60-80 и более килограммовые мешки и прямо глядя в это адское сооружение, или там, я не знаю, как можно назвать, что там происходило, ад или ещё что-то, и глядя туда, бросал эти мешки. Таким способом за первый день удалось сбросить 56 тонн песка, а требовалось в 100 раз больше. Тогда вертолётчики, используя огромную грузоподъёмность Ми-8, предложили перевозить песок на внешней подвеске в парашютах. Примерно две дивизии воздушно-десантные разоружили. Порядка 14 тысяч парашютов в общей сложности привезли в этот район, из которых потом порядка 10-11 тысяч сбросили туда вместе с грузами. Пожар был потушен. Повторной катастрофы удалось избежать. Универсальные качества Ми-8 проявились во время войны в Афганистане. Именно там родилась блестящая связка ударного Ми-24 и транспортно-штурмового Ми-8. Мало кто знает, что грозная 24-ка была также создана на базе восьмерки. Но в горах более лёгкий Ми-8 оказался даже лучше своего бронированного собрата. Ми-24 создавался в своё время для Европейского театра военных действий, где максимальная высота гор там 5 тысяч 50 метров, это Монблан. А в Афганистане там горы до 7 тысяч. И поэтому, поэтому вертолёт Ми-8 себя, значит, проявил несколько лучше, чем Ми-24. Вертолётчики Ми-8 были особой кастой. Направляя свои небронированные машины в самое пекло боя, они заслужили настоящее уважение солдатам. Как известно, подвиг редко совершается на показ, но сейчас вы услышите уникальную и страшную запись расшифровки чёрного ящика Ми-8. Экипаж вертолёта Литвинов, Короткин и Островерхов отказались покинуть гибнущую машину, потому что на борту были бойцы, у которых не было парашютов. А я трёхий, по мне огонь искывает. Силы, силы, силы. А вот здесь прямо, где я, справа? На ходу, правая сторона. Борт 12-81, пожар. Борт 12-81, пожар. Пожар. Сентрический метал, вы поймёте. Вы просто пронулили, пронулили. Сентрический металл, вы просто не выстрелы. В начале 90-х годов, после операции «Буря в пустыне», стало очевидно, что наступила новая эпоха в развитии вооружений. Для получения преимущества над противником, все виды боевой техники должны были на поле боя обмениваться данными, использовать современные системы навигации для наведения высокоточного оружия. В 1996 году на московском вертолётном заводе был создан многоцелевой, круглосуточный транспортно-боевой вертолёт Ми-8 МТКО, играющий важную роль в информационном пространстве боя. С помощью космической системы ГЛОНАС, вертолёт может определять координаты противника с точностью до одного метра и автоматически передавать их на наземный командный пункт. Для наведения высокоточного оружия Ми-8 МТКО подсвечивает цель лазерным лучом. При этом вероятность поражения с первого выстрела приближается к 100%. Новая телетепловизионная аппаратура вертолёта способна обнаруживать самые малоразмерные цели. В лесу, в лесу стоит, я не знаю, как их называть, террорист, бандит и так далее. Стоит рядом с деревом, и его на экране телевизора отдельного человека так видно. То есть настолько аппаратура, настолько аппаратура тепловизионная хороша, что можно было уже, так сказать, определять это. Благодаря системе ночного видения Ми-8 МТКО может выполнять полёты в темноте с огибанием рельефа местности на высоте до 50 метров. При этом вертолёт оснащён мощным комплексом вооружения, включая управляемые ракеты Скорпионов. Боевое крещение новая машина получила во время второй чеченской кампании. Секретно. 13 декабря 1999 года. Моздок. Командиру вертолётного полка Николаю Майданову. Около населённого пункта Ярыш-Морды Шатойского района Чечни сбит штурмовик Су-25. Лётчик катапультировался. Начинайте поиски. Командующий армейской авиацией Виталий Павлов. К месту аварии направился дежурный Ми-8 старой модификации с 30 десантниками на борту. На подлёте его обстреляли боевики и вертолёт совершил вынужденную посадку в районе Аргунского ущелья. С аэродрома в Моздоке подняли смешанное звено ударных Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8 МТКО. Благодаря новому высокоточному оборудованию «восьмёрка» легко обнаружила цель, но также была встречена шквальным огнём боевиков. Пытаясь обмануть противника, командир группы майор Алимов сымитировал падение вертолёта, свалив Ми-8 отвесно вниз и совершив посадку на повышенной скорости. А там лес внизу. Это можно столкнуться с препятствием, понимаете. То есть очень сложная обстановка была в то время. Вот им что Алимов, он сел, как вот, не зря им, как же герои дали. Эвакуация десанта экипажа подбитой машины проходила под огнём противника. Всего на борту оказалось более 60 человек. Но Алимов сумел поднять в воздух перегруженный вертолёт. Иностранный вертолёт он столько не вытерпал. Столько пассажиров на борту, лопасти поломаны, всё пробито, гидросистема пробита, топливная система пробита, хвостовой винт расстрелян, лопасти все простреляны, там дыры, не знаю сколько, только фюзеляжа 58 пробоин был. На выходе из ущелья Алимов увидел, как боевики разворачивают зенитную пушку. Но его Ми-8 из-за перегрузки был не способен к манёвру. Тогда экипаж Ми-24 майора Савгеренко заслонил восьмёрку своим бортом, ценой жизни, прикрыв отход своих товарищей. Чеченская компания показала, что обновлённый Ми-8 по-прежнему является лучшей машиной в своём классе. На его счету сотни успешных боевых вылетов. Сегодня Ми-8 самый массовый, не имеющий конкурента в своём классе вертолёт. Выпущено более 12 тысяч машин. В конце 90-х два вертолёта Салона на базе Ми-8 были куплены для лидера Палестины Ясера Арафата. Его личным пилотом стал Михаил Шевяков. Когда получали разрешение на полёты, инспекция Израиля очень внимательно осматривала вертолёты, даже вплоть, что под обшивкой, нет ли сетей вооружения, нет ли какого-нибудь приспособления, куда может быть установлено штатное оружие. Зимой 1999 года Арафату нужно было возвращаться из Египта в свою резиденцию в Газе. Хотя ещё недавно шёл снег, метеобюро Каирского аэропорта обещало хорошую солнечную погоду по всему маршруту перелёта. Мне синоптик с улыбкой на глазах рассказывает, что погода хорошая, можете спокойно лететь. Прошло всего минут 20-30 после этого ураганного снега. Я знаю, что погода не может быть хорошей. Я попросил всю информацию. Он мне клянётся и божится, что погода хорошая и можете лететь. Арафат приказал взлетать. На 10-й минуте полёта вновь пошёл снег, перешедший затем в град. На самом деле, это была очередная попытка убийства лидера Палестины. Погода была не просто плохой. Вертолёт угодил в самый настоящий ураган. Град оставлял на корпусе вмятины. Окна полностью обледенели. Вместо разрешённых 200 ветер разогнал машину до 300 км в час. Но милевская «восьмёрка» выдержала и благополучно совершила посадку в палестинском городе Гази. В 1999 году Ми-8 вошли в состав международного миротворческого контингента в Косово. Пилоты американских вертолётов завидовали нашим лётчикам. Перед полётами им приходилось долго ждать, когда проверят все детали «блэк-холка». А «восьмёрка» взлетала едва вставляли аккумулятор. Если сравнить определённые летательные аппараты зарубежные, именно этого класса типа «блэк-холка», ну, в общем-то, они больше всего, можно сказать, ангарное хранение. Все работы проводятся только в помещении наших жителей. И в снег, и дождь, и град. Вот, стоят на улице, вот, пришли, расщеклили, запустили и полетели. В 2001 году Совет Безопасности ООН разрешил увезти в Косово сербскую полицию. Американские морские пехотинцы обеспечивали предотвращение столкновений с албанскими боевиками. Российские Ми-8 и Ми-24 прикрывали своих бывших противников, барражируя над американскими войсками. Потом, когда мы разговаривали с наземными войсками американскими, им очень понравилось, говорят, мы чувствовали себя в безопасности, когда над нами вот этот вертолет, группа вертолетов крутится в это. В апреле 2002 года, спустя 40 лет после первого полета Ми-8, на выставке вооружения в Малайзии был представлен новый транспортно-боевой Ми-8 АМТШ терминатор. Впервые десантный вертолет по своим огневым возможностям сравнился со штурмовиком. А по электронному оснащению не уступает современному истребителю. 24 апреля 2006 года министр обороны США Дональд Рамсон утвердил новую военную доктрину. Соединенные Штаты отказались от концепции глобальных войн в пользу кратковременных ударных операций. Главными участниками боевых действий станут подразделения специального назначения, которые будут передвигаться и воевать на вертолетной технике. Сейчас, в настоящее время, в мире анализ показал, что существуют потребности в вертолетах, которые выполняют универсальные задачи. универсальность задачи заключается в том, что вертолет должен сам как бы найти цель, обнаружить, постараться ее или ликвидировать, или принять еще какие-то действия, связанные с тем, чтобы эту угрозу отвести. МИ-8 АМТШ Терминатор в полной мере отвечает задачам современной войны. Ведь это не просто машина для переброски солдат, но и круглосуточный всепогодный боевой комплекс, интегрированный в информационное поле боя. Министерство обороны России уже рассматривает вопрос о его поставках войска. Если образцом высочайших технических достижений в мире среди автомобилей является знаменитый американский Форб Т, то среди вертолетов российский МИ-8. Официально он состоит на вооружении 80 стран и может считаться таким же символом успеха российских конструкторов, как автомат Калашникова. При этом специалисты предрекают, что еще несколько десятилетий МИ-8 будет оставаться самым массовым вертолетом на земном шаре, подтверждая мысль Сенеки, знаменитого философа, способность расти есть признак несовершенства. Редактор субтитров А.Семкин